всем привет не так давно мы были с отцом на рыбалке ну и захватили лодку его которую в прошлом году он приобрел это ладья украинского производства лодочка я специально не делал обзор на эту лодку целый год до тех пор пока не получил возможность лично ощутить все ее преимущества и соответственно недостатки о которых вам сейчас расскажу одним из основных преимуществ данной лодки является ее длина ровно 249 сантиметров согласно нашего законодательства плавсредство нужно регистрировать тогда когда у него длина начинается от двух с половиной метров то есть здесь 249 сантиметров лодка не требует регистрации видим в данной модели есть привальный брус и спасательные лееры брус привальный спасает от волны от брызг весла разборные с положительной плавучестью передние и задние ручки позволяют переносить лодку в удобном положении нос поднят это тоже позволяет легче проходить волны и траву два сидения одно стационарно одно может перемещаться вперед и назад к нему идет в комплекте такая подушечка чехол снимается можно стирать тоже очень удобно с корме есть технические характеристики лодки здесь можно использовать установить транец и использовать мотор до двух с половиной лошадиных сил это тоже положительно на 135 баллон 37 сантиметров разоподъемность 250 килограмм лодки два отсека то есть два баллона в случае пробития одного на втором можно так сказать добраться до берега вес лодки 20 килограмм я так понимаю это в сборе вместе с сумкой со всеми делами вот такие краткие характеристики дальше расскажу как она в ходу на практике ну шо привет друзья давно не виделись как вы наверное уже поняли я был в отпуске отдыхал будут новые видео там из анталии кому интересно затем отпуском уже отвык сам себя снимать и уже даже не по себе как будто первые разы вот ну собственно говоря всех еще раз приветствую вы на канале с дядей мишей продолжаем обсуждение лодки ладья ну что скажу о этой лодке достаточно внушительные баллоны 36 сантиметров для волны очень хорошо что еще ну я буду все вспоминать поэтому так по порядку что вспоминаю то я буду говорить значит что мне не понравилось в этой лодке в принципе для опытного рыболова это не столь страшно а именно вот эти клапана которые вкручиваются в лодку когда вы накачиваете в них нету автоматической системы сброса давления если вы перекачали лодку например выехали на солнце то автоматического сброса давления там не происходит то есть сильно перекачиваю вообще лодку перекачивать не стоит но сильно накачивать лодку не нужно особенно когда вы выезжаете в жару а мы рыбачили именно в жару вот потому что лодка все-таки зеленого цвета на сайте у производителей можно заказать нескольких цветов и белую и серую еще там какой-то вот ну по крайней мере так было год назад слай по поводу славе слай удобная нормальная не скользкая все хорошо но все-таки там идет три полоски славе вот таких они широкие до клевая ну я думаю что трех немножко маловато все-таки хотелось бы побольше 4 а может быть даже 5 по месту в лодке значит по месту в лодке очень удобно очень хорошо что заднее сидение регулируется его можно сдвигать туда-сюда это действительно клёво потому что например вот даже учитывая рост моего отца у него рост по 72 у меня рост 181 то есть она 10 сантиметров выше а если лицом к лицу то неудобно даже при том что сиденье я подвигал в самый конец неудобно сидеть ногами упираешься коленками и неудобно плюс еще один вспомнил если смотреть на нос лодки вы обратили внимание да он такой тупой есть же заостренная нос и он такой тупой вот так расходится это очень хорошая компоновка она позволяет в лодках спереди вот это место хорошо использовать то есть туда можно бросить рюкзак какой-то какие-то вещи и это конечно клёво это удобно весла весла действительно клёвые они действительно разборные они действительно легкие плавучие то есть в принципе они не утонут нормальная тема по погрузу подъемности ну по погрузу подъемности в принципе мы ее мы сначала сглупили там был сильный ветер чем и два раза плавали на этот день как говорил конецкий это уже совсем другая история погруза подъемности вопросов и никаких нету то есть мы вдвоем сидели у меня вес в среднем где-то 80 20 75 вот и плюс еще было много вещей еще 4 кирпича положили потому что у нас там не словите очень сильный был ветер вот и как бы по весу нормально то есть осадка у нее я даже не заметил что там какая-то осадка еще что-то абсолютно хорошо она держит но вот по месту например если рассмотреть расположение внутри реально рыбачить вот по факту может только два человека одному человеку вообще шикарно вообще шикарно вот вдвоем можно ловить вполне втроем ну не знаю может быть если не класть много вещей то можно втроем рыбачить вот если допустим там ребенка какого-нибудь на нос посадить или еще что-нибудь там может быть там девушка какая-нибудь там миниатюрная дату принципе на нос еще можно посадить этого человека ну или на корму посадить а допустим сидение заднее сдвинуть максимально сюда положить это при при кормку там еще что-нибудь и сесть в разные стороны ну тогда может быть в проеме можно ну я думаю что неудобно если несколько часов рыбачить будет неудобно все-таки это вот как действительно для двух человек мы ее когда надули в квартире это был капитан елки-палки какая огромная лодка ты на это вчетвером бум-плак это когда приезжаешь на водоем нагружаешь ее вещами садишься там все садятся то там два человека масла если вы подумаете вдруг что можно допустим туда поставить кресло надувного есть такое продается к ним кстати можно купить отдельно так вот ну можно его поставить да да вы будете сидеть очень шикарно очень удобно но вам придется ловить самому поэтому кто сам ловит конечно такая лодочка классно она не тяжелая управлять ей тоже легко то есть идет она хорошо никаких проблем с ней нет поэтому как бы вас самому очень удобно я в себе такую купил бы чисто для себя еще плюс конечно да тот что я понимаю что люди ставят на на можно на лодку прицепить все что угодно но по факту даже заводным изготовителем разрешено ставить нее ставить этот самый навесной транец и так сказать усилить ее небольшим лодочным мотором до двух с половиной лошадиных сил то есть на нем можно тут тут надо понимать вот что то есть она же не не металлическая она намного легче она легче идет поэтому две с половиной лошадки если вам там где-то там по спиннинговать по троллинговать то есть не на дальние дистанции куда-то отплыть вам лень вести вот вполне нормально сейчас есть хорошие моторчики небольшие я думаю можно купить повесить будет очень даже привальный брус еще порадовал конечно же действительно волна кота идет она так ударяется об этот самый ну там корабли проходили она ударяется в самое нам баллон и за счет того что привальный грузу так стоит у нас бьется истекает вода сюда то есть меньше брызг то брызги могут залетать но их так намного меньше леер кстати вот этот вот но думаю как как бы ему некоторые могут подумать бесполезная вещь там носить за него в принципе тоже лодку не совсем удобно вот не нужно но этот ничего подобного есть не единичные случаи когда на 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 дувахе переворачивались люди вот и это действительно особенно по неопытности да и по опытности тоже такое бывает люди переворачиваются и когда лодка перевернулась а если к ней действительно еще и мотор какой-то прицеплен то перевернуть и не получится ухватиться не за что и как бы но если вы где-то далеко от берега то это действительно достаточно опасно все-таки леер который висит по бокам очень такая вещь полезная нужно да сзади есть ручка да спереди есть ручка но когда ты перевернулся особенно холодной воде у тебя действительно ну как ты теряешь контроль немножко над собой там может быть как паника начаться ухватился за эту берег и ты уже ты уже знаешь ты уже не утонешь эта вещь такая очень полезная ну и не дай бог спасать кого-то придется тоже человека в надувную лодку попробуй затащить тоже не очень удобно можно вместе с ним перекинуться а также леер пусть хватается и поперли то есть вещь вещь нужная вещь полезна целом впечатление очень по ней принципе положительная по этой лодке по минусам я уже говорил немножко маловато место внутри но если у вас хороший там приличный рост вот либо надо садиться спиной спина к спине тогда будет удобнее наверное а так принципе вот клапана которые автоматически не спускают воздух нету я забыл как называется в компрессорах ставят обратный клапан клапана вот этих нет я думаю принципе можно поставить а так в принципе я наверное ничего такого плохого броню и не сказал бы наверное если будете все-таки покупать лодку ну я не агитирую покупать именно эту лодку просто делаю обзор для тех кто может быть на нее смотрит и хотел бы купить вот если будете покупать лодку то покупайте хотя бы чтобы одно сиденье перемещалась ездила туда-сюда чтобы оно не было стационарно уже когда два стационарных сиденья неудобно когда два человека надо как-то мириться не всегда удобно поэтому выбирайте лодку такую чтобы она хотя бы одно сиденье перемещалась туда-сюда привальный груз тоже вещь нужная баллон берите побольше особенно те кто будет ну и диаметр я имею ввиду баллона те кто будет ловить особенно там на каких-то больших речках типа гибра там вот это днестра десны там очень такое там дуна я не знаю вот в общем крупные речки берите побольше баллон потому что сейчас очень много на быстрых катерах на быстрых лодках летают да и большие корабли волна большая это безопасность тут надо себя поберечь вот вот а мягкая сидушка которая показывал в сюжете она шла в подарок если она сейчас идет подарок то это хорошо если она сейчас вы надумаетесь покупать она не идет подарок то купите обязательно потому что ну три-четыре часа кого костлявая задница сидеть неудобно будет берите по нужно придется с тобой что-то брать подкладывать под пятую точку тяжело будет вот что еще ну наверное наверное все задавайте свои вопросы в комментариях буду вам отвечать по этой лодочке если есть конкретно по ней какие-то вопросы подписывайтесь на канал вы не пропустите новые видео которые обязательно для вас сниму всем до встречи пока